Добрый вечер. Вначале я бы хотел сделать небольшую остановку на одном аспекте прошедшего Пурима. Такое, как называется, важное замечание по итогам праздника. Действительно все знают важный принцип ад-де-ло-яда, то есть выпить такое количество вина, чтобы перестать различать, скажем так, условно между добром и злом, но на самом деле не различать между добром и злом, а понимать, что и добра и и зла, у них один и тот же источник, а точнее, что зла вообще не существует, и существует только одно добро. Поэтому не между чем различать. Но в этот Пурим я заметил, обратил внимание, что многие люди делают акцент именно на выполнении этого принципа, то есть стараются напиться до такой степени, чтобы вообще ничего не различать. И не только между добром и злом, и не только что только добро, но вообще и добро не различать, вообще ничего не различать. И на самом деле это большая ошибка. Я обязан, может быть с опозданием, но на будущее, мне кажется, это очень важно это заметить. Я хочу сказать, и это очень важно, что Пурим, заповеди Пурима не отменяют Тору и не отменяют остальные заповеди, которые существуют. В Пурим нету никакого разрешения, скажем, прерывать молитву или вести себя неподобающим образом в синагоге, в Бейткнессете. Мы знаем, что в Бейткнессете запрещен колутрож, запрещено вести себя легкомысленно. Поэтому это ведение под воздействием большого количества алкоголя, неподобающего в Бейткнессете, оно никак не приемлемо и не имеет никаких оправданий тем, что сейчас Пурим. То есть получается, что человек, пытаясь выполнить какой-то принцип, который он даже до конца не понимает, вместе с тем нарушает многое другое. То есть, если у него есть какое-то достижение, то оно приходит через множество утра, БФСДО, и это никак не приемлемо. И чтобы лучше понять, я проинвестрирую это притчей, которую приводили к Доле Адор. Один человек стоял пьяный возле дверей магазина и раскачивался. Он не мог стоять ровно, он раскачивался и все время ударялся о дверь. И его заметил полицейский. Это происходило в Австро-Венгрии. Его обратил на него внимание полицейский. И полицейский решил, что человек пытается плечом так эту дверь магазина взломать. Или пробует, по крайней мере, ее на прочность. И он сделал ему замечание, что это ты себе задумал. Стой ровно. Но тот при всем желании стоять ровно не мог, поскольку он был пьяный. Он продолжал раскачиваться и биться об эту дверь. И тогда этот полицейский ему говорит, я тебе приказываю именем императора Франца Иосифа. Стой ровно. Ну, тот даже именем императора Франца Иосифа, он столько выпал, что даже именем императора он ровно стоять не мог. И все равно продолжал стукаться об эту дверь. Тогда полицейский его арестовал, привел в суд. И когда он предстал предсудьем, он его обвинил в попытке ограбления, в попытке взлома. И когда судья выслушал и присмотрелся к этому человеку, он говорит, что ты от него хочешь, он же пьяный. Он пьяный, почему ты решил, что он хотел что-то взломать. Он просто пьяный, поэтому он шатается, не может ровно стоять. Тот говорит, то, что он пьяный, я вижу. Но я его предупреждал именем императора Франца Иосифа. И если даже какой бы пьяный человек не был, когда он слышит имя императора Франца Иосифа, он обязан стоять по стойке смирно и не шелохнуться. Иначе куда мы все катимся? Если даже при звуках имени императора не становятся по стойке смирно. И мораль такая, что человек действительно в куринь должен напиться Адделоеда, а как говорят в Толмуде, Адделоеда, Вальло Адбихляль. Это известное правило. То есть должен действительно напиться, да, в такой стойке, чтобы не различать, но все-таки не более этого. То есть, слыша имя, он не должен забывать. В данном случае, конечно, не императора, а имя Всевышнего. Но имя Всевышнего он не должен различать, но имя Всевышнего он все же должен помнить. Мы знаем, что в Мегеле, в Меглат-Эстер, там ни разу не упомянут явно Всевышний по имени. Но говорят наши учителя, что там, где сказано просто царь, Меллах без имени имеется в виду Всевышний. Вот и здесь тоже, видимо, если сказать император, не называя, то тоже аналогия понятна. Вот, поэтому очень важно, очень важно, пытаясь выполнить этот принцип, не забывать все-таки об имени Всевышнего и о том, что ты должен ему соответствовать, держать перед ним ответ и о других заповедях, что есть и что поле, ни в коем случае не отменяет никакие другие заповеди, никакие другие запреты. Вот это, мне кажется, очень важное замечание, которое нужно сделать, скажем так, по следам праздника Пури. А сейчас мы займемся, сказано, что за 30 дней до, уже за 30 дней до праздника, начинают изучать законы, относящиеся к празднику. У нас на горизонте уже меньше, чем через 30 дней будет праздник Песах, и мы уже будем, и поэтому мы будем к нему приближаться. Может быть, еще сегодня затронем не сам праздник, но уже связано с его приближением, скажем так, аспекты. Первое – это один из важных обычаев, важная заповедь, которая выполняется в преддверии праздника Песаха и всегда и с ним связана, с этим праздником. Это чтение в синагоге особой главы, которая называется Паршата Ходыш. Мы знаем, мы перед Пурианом мы слушали главу Захор, и вот перед началом месяца Неса нужно услышать в синагоге главу месяц Паршата Ходыш. Ее читают в шаббат накануне Паршата Ходыш, когда благословляют месяц Несан. В этом году шаббат как раз и совпадает с Рож Ходышем. В этом году как раз вот эту главу Паршата Ходыш будет читать в шаббат Рож Ходыш. Шаббат – это алиф Несан, первая Несана как раз выпадает на шаббат в этом году. Поэтому в этом году это совпадет. И хотел бы несколько слов сказать об этой главе. Почему, во-первых, в чем смысл, для чего нужно ее читать, и как это связано с Песохом. Значит, в Мишне Бруле сказано, что в шаббат, который накануне Рож Ходыш и Несан в этом году, они совпадают, шаббат и Рож Ходыш и Несан совпадают, как мы сказали, читают эту главу, для чего? Чтобы выделить особым образом месяц Несан. Почему его надо выделять? Потому что Тора его выделила. В Торе сказано, что То есть, и будет этот месяц главой всех месяцев для вас. Мы видим, что Тора выделила месяц Несан. Но раз Тора выделила, значит, и мы должны тоже его выделить. Вот мы его выделяем чтением Паршата Ходыш, главы, посвященной этой заповеди, что месяц будет главой месяцев для вас. Этот месяц. Какой этот месяц Несан? И, конечно же, Несан Бруле отмечает, что это не является освящением месяца, потому что освящение месяца, это когда видят рождение месяца на небе, рождение новой луны на небе, и это делают бездин. Но, тем не менее, все-таки в чтении этой главы тоже есть определенное освящение, выделение этого месяца. И нужно понимать, что это Дерабанан. Если Захор, глава чтения главы Захор перед Пуримом, слушание и чтение главы Захор, это было связано с заповедью Деврайта, заповедью из Торы, помни, что тебя сделал Малет, то вот это глава Торы, чтение главы Торы Паршата Ходыш, хоть она и впрямую связана с велением Торы, что этот месяц будет для вас главой месяцев, по всем мнениям, это Дерабанан. То есть, можно четко понимать. Еще какие есть смыслы и причины, по которым мы читаем эту главу. Значит, Рав Юда Чезна, он приводит следующее. Он пишет, что Раши в комментарии на Мишну, трактат Мигла, замечает, что в этой главе, которую читает Паршата Ходыш, там упоминается Курбан Песах, то есть пасхальное приношение. И поэтому во время, когда был храм, когда был Байт Амикдаш, это было очень полезно, скажем так, напомнить людям, что нужно, это же от этого приношения, пасхальное приношение, должен был в этом участвовать каждый израильтянин, каждый еврей. И, значит, каждый должен был приготовить себе какую-то долю в этом пасхальном приношении. И вот чтение этой главы, оно напоминало людям, что пора бы уже заняться подготовкой вот этого Курбан Песах, пасхального приношения. И сказано «лизарез», использую слово «лизарез», то есть подстегнуть людей, что нужно уже, пора уже начать заниматься, подыскивать подходящего барашка, договариваться с людьми, там же делили одного на несколько, может быть, на несколько семей или на одну большую семью. В общем, нужно договариваться со своими коллегами по этому приношению, с кем ты будешь в коллективе, да, заниматься этим приношением, вот, подбирать себе сотрапезников для этого приношения. И вот уже нужно было, и вот Тора, она подстегивает, да, вот это вот чтение, оно как бы «лизарез», должно ли произвано «лизарез». Вот, а и сказано, мы учили, есть такое правило, что где нужен Зирус, где нужно вот это подстегивание, там, где есть хиссарон кис. Хиссарон кис – это переводят как «убыток». Там, где у человека есть какой-то материальный убыток, там нужно его особенно подстегивать. Ну, мы знаем, что курбан-песах – это связано с материальными расходами, потому что надо его приобрести, и поэтому как раз здесь уместно вот это «зирус» подстегивание, и уместно, и поэтому нужно вот прочитать о нем в шаббат накануне «Рошходыш Ниссан», или, как в этом году, в сам «Рошходыш». Вот, и еще я хочу, не могу удержаться, хочу вам рассказать, на самом деле я видел очень интересный комментарий по поводу вот этого понятия «хиссарон кис». Его многие используют, но не всегда до конца его понимают. Почему вообще выбрали именно такие слова «хиссарон кис»? и на самом деле кис – это карман, но кис – это еще от слова «кисуй». Кисуй – это покрытие, что-то, что покрывает, закрывает. И тогда мы понимаем, что «хиссарон кис» – это отсутствие некого покрытия. Теперь, если мы посмотрим на человека, то его органы чувств, такие, например, как глаза, уши, они имеют покрытие, они имеют кис, глаза имеют веки, то есть, если человек смотрит, ну, скажем так, если человеку угрожает в поле зрения попадать что-то, на что ему смотреть нельзя, по каким-то соображениям Тора, или это сварка, или что-то, что не подобает, на что смотрят, он просто закрывает глаза веками, у него есть у глаз есть кис, или если человек слышит что-то, может услышать что-то, что ему не подобает слышать, то на каждом ухе, вы можете потом у себя проверить, имеется мочка, и этой мочкой очень удобно ухо заткнуть. Она как раз подобрана по размеру под вход в ушную раковину, у каждого, каждый потом может проверить, у каждого соответствует, вот, у кого не соответствует, может заменить, вот, и поэтому, если есть угроза услышать что-то неподобающее, человек может легко, я вижу, уже проверяют некоторые, вот, легко, воспользовавшись мочкой уха, закрыть, открыть, скажем так, использовать кис, чтобы не слышать. То же самое с ртом, если человек вдруг говорит что-то неподобающее, да, он может всегда есть губы, которые закрывают, а иногда даже стоит воспользоваться зубами, чтобы прикусить, может быть, даже язык, чтобы уже наверняка не говорить, то, что не следует говорить, и так далее. Единственное, у чего нету киса, это мысли. У мыслей нету никакого чехла, нет никакого покрытия. И вот мысли, это у них хиссарон кис. Поэтому с мыслями нужно быть особенно осторожным. И именно вот мысли, они требуют особого зеруза, особого, скажем так, напоминания, особой осторожности, потому что мысли очень могут далеко завести. Сказано, да, что мысли уводят, могут привести человека, не дай Бог, к запрещенному и так далее. И вот в плане мысли, поскольку там есть хиссарон кис, то там следует быть особый зеруз, особая осторожность. И особая, скажем так, должна быть особая администрация над мыслями. И как раз это нам наша тема тоже подходит. То есть нужно начинать думать, направить свои мысли на Курбан Песох. Когда в дни, когда храм существовал, когда приносили, значит, слышишь, паршата ходишь, для чего? Чтобы пора направить свои мысли на подготовку к Курбану. Курбан, мы знаем, это очень возвышенное приношение, это очень возвышенная вещь, которая Курбан, Микареев, от слова Керув, которая сближает тебя с Всевышним, что может быть важнее, сближение, соединение со Всевышним. И, конечно же, это не делают лишь бы, не делают, это требует большой подготовки, особой подготовки. И подготовка начинается с мыслей. Вот. А нам в наше время нет Курбана, но есть подготовка к празднику Песох. Поэтому тоже не лишне задуматься. И есть очень много вещей, которые нужно подготовить, много аспектов. И вот, когда мы читаем главу Паршата Ходыш, это где напоминают нам о Песохе, это тоже Зирус, чтобы направить свои мысли в пасхальное русло, если так можно выразиться. И еще в этой главе Паршата Ходыш там напоминают о запрете квасного, запрете на хамец. И о необходимости, о заповеди есть мацу в праздник Песох. И это тоже очень важное. Нужно человеку позаботиться, чтобы у него была маца, кошерная для Песоха. И это тоже не в последнюю минуту. И тоже это кто-то может сам выпекает. А кто не выпекает, то должен подумать, как ей обзавестись, где, какой, разные виды, есть шмура и так далее, чтобы выполнить эту заповедь на высоком уровне. И как уберечься от квасного, от хамца в Песох. Все, вот это говорится в этом Паршата Ходыш напоминает нам, что пора об этом вплотную задумываться. Когда мы читаем, вообще лучше, конечно, и раньше, но это уже как бы особый дополнительный сигнал, что уже времени нету, что нужно уже вплотную начинать заниматься этими вещами. Еще в главе Паршата Ходыш есть автора. Это тоже особое. Там вот круг, мы знаем, что в каждой, с каждой, вот этой одной из четырех глав, это Паршата Ходыш, одна из четырех глав, которые читают между, начинается их цикл, как мы сказали, перед Пуремом и до Песоха. И у них не только особый мафтир, но и особые автора тоже. Так вот, Паршата Ходыш считает автору из пророка Ихискела. И там есть такие слова. Коамара Шэм, Баришон 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 Барихадла Ходыш. Баришон Барихадла Ходыш. Так сказал Всевышний, первого числа, первого месяца. И вот это вот тоже, это важное, мы видим, что это автора, она совпадает со словами Торы. Ходыша Зелла Хэм, Рош Ходышин. Она совпадает, то есть, первого числа, первого месяца, написано в авторе, а в Торе, что написано, что этот месяц будет главой месяца. То есть, мы видим, что есть важная, определенная корреляция между авторой и Парашой, и текстом Торы, и поэтому, не случайно, именно эта автора выбрана для Парашата Ходыш. И еще, Авудраам, он приводит, что в этой главе также напоминание о том, что во времена храма поднимались в Иерусалим люди, и пора уже готовиться к Алие. Но в наше время пора готовить, это тоже напоминание о том, что нужно начинать готовиться к духовной Алие, к Песоху, человек не может просто так прийти, как бы встать, проснуться, и сегодня вечером у меня Песох, как здорово. Это серьезная работа, чтобы войти в Песох подготовленным, не просто подобающим, чтобы ты соответствовал Песоху, чтобы твой настрой соответствовал Песоху, чтобы вы мысли соответствовали Песоху, духовный уровень соответствовал Песоху, и вот этому тоже способствует вот это чтение Парашата Ходдаш. Вот это то, что я хотел сказать на тему Парашата Ходдаш. еще еще один аспект Песоха и месяца Неса, что в Песох начинают, мы знаем, просить, меняют благословение в молитве Пешму Несра и перестают просить о дожди. Просьба о дожди это очень важная просьба, ей уделено большое внимание в галхической литературе и возникает вопрос, когда благослов... то есть Песох это в середине месяца Несан, то есть в середине месяца Несан меняется благословение, то есть с зимнего переходим на летнее в молитве Шмана Эстра и возникает вопрос, когда благословляют месяц Несан, Там есть просьбы, и там в том числе, если это зима, то просят дожди вовремя, в Кшамин Бейтам, чтобы дожди шли вовремя зимой, в подходящее время. Так вопрос, благословляем месяц Ниссан, мы еще как бы находимся с юридической точки зрения, мы еще находимся в зиме, но месяц Ниссан это уже месяц весенний, и более того, мы знаем, что в середине этого месяца мы перестаем просить о дожде. Так нужно ли упоминать вот эти дожди вовремя, благословляя месяц Ниссан, или может быть уже не нужно их просить, потому что дожди вовремя, потому что какие дожди в месяце Ниссан, а если есть, то мы их просим только в начале месяца, а потом уже мы даже их и не просим. И аналогичный вопрос возникает в благословении месяца Хишван, потому что в месяце Хишван, а именно седьмого, начинают просить о дожде. И поэтому мы его благословляем еще как бы находясь, мы не меняем браку в молитве Шмонеса, мы еще не просим о дожде, но начнем просить седьмого Хишвана, Мархишвана. Так нужно сказать, что дожди в свое время или еще не нужно, потому что пока мы еще о дожде не просим, но седьмого Хишвана уже начнем. То есть такой вот вопрос, нужно ли говорить перед Хишваном дожди вовремя, хотя мы еще о дожде не просим, и нужно ли перед Ниссаном говорить дожди вовремя, хотя в Ниссан мы уже прекращаем. И ответ и на тот и на другой вопрос, да нужно, перед Ниссаном нужно сказать дожди вовремя, и перед Хишваном нужно сказать дожди вовремя. Почему? Потому что, что значит дожди вовремя? Вовремя это значит свое время, перед Ниссаном это до Бесоха, а в Хишване это начиная с седьмого Хишвана. Это как раз и есть дожди вовремя, поэтому очень даже подобает просить, чтобы дожди были вовремя, и в том, и в другом случае. Теперь еще один важный обычай или заповедь, которая с наступления месяца Ниссан, и как раз в этом месяце у нас будет особенный вопрос, это Берката и Ламот, благословение деревьев. Сразу же возникает, ну, во-первых, сначала скажем, для чего и что это за такая заповедь. Написано в Талмуде, То есть человек, который выходит наружу в месяц Ниссан, И видит деревья, которые цветут, цветущие деревья, деревья, которые начали цвести, началась зависть, говорит, произносит следующее благословение, То есть он говорит, ну, благословен ты Всевышний, Который царь Владыка Мира, который создал мир таким образом, что в нем нет никакого недостатка, И все необходимое в нем находится, и создал ты творения хорошие и деревья прекрасные, чтобы люди могли ими наслаждаться. Вот, это такое благословение нужно произнести, и Шухана Рух тоже, это вошло как Аллаха, как закон Шухана Рух, Тоже это отмечает, и пишет, добавляет Шухана Рух, что если человек задержался и по какой-то причине опоздал и не благословил это благословение, и уже, то есть благословляет на цветение, но если уже появилось, и уже из цветения уже началась зависть, уже даже появились плоды, то все, он уже не может произнести эту браху, не может уже произнести это благословение. Поэтому нужно благословлять именно, когда деревья цветут, а не когда уже начинают намечаться плоды. И теперь вопрос, который актуальный в нашем году, у нас благословляют, начиная с Рошходыш Ниссан, а у нас Рошходыш Ниссан, новомесячный Ниссан, выпадает на Шаббат. Возникает вопрос, можно ли произнести это благословение в Шаббат, уже, то есть, чем раньше, тем лучше. В сказке есть такое правило, что зри зима, где мимба, митсво, то есть, люди, которые проворные, они стараются выполнить заповедь как можно раньше, то есть, уже в Рошходыш, но Рошходыш у нас Шаббат, можно ли выполнять это заповедь, можно ли благословлять в Шаббат. И Кафа Хаим, он считает, что нельзя в Шаббат благословлять, произносить это благословение в Шаббат не нельзя. И он приводит несколько объяснений. Он говорит, что в Шаббат и в праздник не благословляют вот это благословение, не произносят это благословение. Почему? Он пишет, потому что есть опасность, то есть, человек может, связанная с переносом, которое запрещено в Шаббат, или может, когда благословляют на цветущая дыра, он может не удержаться и сорвать цветок, что в Шаббат и в праздник запрещено. Почему? Красивый цветок взять, чтобы понюхать, да, или там в петлицу, знаете, в петлицу пиджака вставляли цветок, вот, так, когда-то это было модно. И вот он может сорвать, ставить в петлицу, забыв, что Шаббат или что это праздник. Поэтому Кафа Хаим, или еще какое-то нарушение, он, поскольку есть опасность таких нарушений, то лучше даже не приближаться к деревьям и не благословлять. И еще он дает такое каббалистическое объяснение, что, с точки зрения внутренней Торы, что когда мы произносим вот это благословение, эту браху на цветущие деревья, мы тем самым делаем берур, берурный цветцот, то есть мы поднимаем искры, которые, духовные искры, которые содержатся в этих цветущих деревьях, мы их поднимаем с помощью нашего благословения, поднимаем к Всевышнему. И это называется берур. Берур в Шаббат запрещен, как известно. Поэтому запрещено в Шаббат делать брера. Брера входит в одну из 39 видов малоход и запрещен в Шаббат. И хотя это на самом деле тут на духовном уровне, тем не менее, все-таки тоже можно сказать, что в Шаббат это делать нельзя. Вместе с тем, приводят достаточно и галактические объяснения, почему нельзя, и духовные, и с точки зрения внутренние Торы. Вместе с тем, есть и нашлись те, которые с ним не согласны, раввины, и говорят, что, и считают, есть некоторые, которые считают, что можно благословлять так же и в Шаббат. Вот, есть такой шут Шрага Ам-Ир. Он говорит, что человек может благословить даже в Шаббат. И есть еще книга Илане Бехае. Он пишет, что если человек, например, проспал весь месяц в Ниссан, забыл, да, благословить, и вот уже наступает Рошходиш Ияр. И этот Рошходиш Ияр как раз в Шаббат. То есть, если он сейчас не благословит, так он уже не успел, так он пропустил, так можно, в этом случае он разрешает благословить в Шаббат, чтобы человек не пропустил вот это важное благословение. А как человек не может придерживаться? То есть, есть один в Моршоним, который не разрешает благословлять в Шаббат, а другие, да, разрешают благословить? Да, ну, значит, изначально в Шаббат лучше не благословлять, поскольку мы видим, что есть достаточно основ... Поскольку есть, смотрите, поскольку есть махлоки, есть, скажем так, дискуссия, одни говорят, да, другие говорят, что можно в определенных условиях, другие говорят, что нельзя, так что, чтобы выйти по всем мнениям, лучше благословлять не в Шаббат. Тогда ты выходишь по всем мнениям, тогда ты не нарушаешь запрет тех, кто запрещает, а с другой стороны, ты не входишь в дискуссию с теми, кто разрешает. Те, кто разрешает в Шаббат, в будни идти, они тем более разрешают. Поэтому благословив в будний день, ты выходишь по всем мнениям, и так правильно делать изначально. Но, кстати, вот эти, те, кто разрешает, они нашли еще один, скажем так, тезис, свою защиту, мы его тоже сейчас приведем, мы привели достаточно такие ясные положения, почему на основании чего запрещено в Шаббат, но вот есть такой тезис интересный, и, как мне кажется, эта же заповедь, она не только для Израиля, она действует во всем мире, то есть благословение на цветущие деревья, это где бы человек ни находился, он должен благословлять на цветущие деревья, когда приходит время. Теперь, давайте вспомним, что существуют страны, места на земном шаре, где деревья цветут не в месяце Ниссан, а в месяце Тишрей, например, в Австралии, месяц Ниссан, это глубокая осень, и ничего там не цветет осенью, а весна там как раз где-то в месяце Тишрей примерно, и в месяце Тишрей там начинается цветение, и поэтому в Австралии нет другого выхода, нельзя ждать до Ниссана, человек будет ждать до Ниссана, то он останется без благословения, он должен благословлять Тишрей, или не жить в Австралии, вот, но если он уже живет в Австралии, он будет благословлять Тишрей. Теперь, если ему можно благословлять Тишрей в Австралии, то значит, в принципе, и не в Австралии тоже есть варианты, что можно и не в Ниссане. Хотя лучше, конечно, благословлять в Ниссане. И поскольку есть все-таки, которые разрешают Шаббат, поэтому можно и Шаббат. говорят от имени Равашлава Залмана Орбаха, что он, когда видел вот эти цветущие деревья, он тогда и благословил. Вот первое, когда он видел цветущие деревья, тогда он и произносил благословение. Если это случалось в Шаббат, он благословлял Шаббат, он не откладывал это. И был еще, тоже Раверин, есть еще такое мнение, что именно в Шаббат благословляли. Почему? Потому что в Шаббат, мы знаем, есть такое обычай ста благословений. Не только в Шаббат, каждый день человек должен произнести, желательно произнести ста благословений. А в Шаббат с этим есть проблема, потому что, если в обычные дни у человека есть молитва Шмонайстры, которая содержит, как это ни парадоксально звучит, 19 благословений, а не 18, то в Шаббат она содержит гораздо меньше, содержит всего 7. И поэтому человек сразу же теряет сколько? Вместо 57 в трех молитвах, у него получается 21. То есть он теряет сразу 36 благословений. Как их восполнить? Так вот говорят, может быть это благословение на деревья, это может восполнить, и дополнить, это недостающие благословения в этот, в Шаббат, которые недостают в Шаббат. Поэтому есть мнение, что в принципе можно благословлять, но как мы уже сказали, вывод такой, что если и поскольку есть дискуссия, то лучше, чтобы выйти по всем мнениям, лучше не благословлять Шаббат. Теперь возникает еще вопрос. Можно ли распространять, ли это благословение на женщин? Мы знаем, есть правило, что если заповедь связана со временем, то женщины от этой заповеди освобождаются. И тут можно сказать, что это связано с месяцем Ниссан, и поэтому, может быть, могли бы мы предположить, что женщины освобождены от этого благословения. Но на самом деле, как мы уже видели, это не совсем так, потому что хоть в Талмуде и сказано, что это в месяц Ниссан, но это сказано потому, что именно в месяц Ниссан начинают свисти. Но в принципе, это не связано именно с месяцем Ниссан. Это не связано с конкретным числом, с конкретной датой, или даже с конкретным месяцем, потому что, если человек увидел цветение раньше месяца Ниссан, он тоже может благословить. Если цветы, особенно, например, высокосный год, как сейчас, например, если Ниссан довольно поздно наступает, то цветение деревьев может быть и раньше месяца, еще в Адаре. И нет никакой проблемы, чтобы человек благословил в Адаре, увидев, если цветение раньше, он может благословить и раньше. И тем более мы видим, что если он опоздал, то он может благословить и позже, и после месяца Ниссан. Поэтому, эта заповедь, она не, нельзя сказать, что она жестко связана со временем, такие как заповедь, я не знаю, там Лулав, например, и поэтому женщины от нее не освобождены, и обязаны благословлять наравне с мужчинами. Что еще? Теперь по поводу Бармитсвы, тоже такой вопрос, например, человека, у мальчика, Бармитсва, в середине или в конце месяца Ниссан. Так, когда он должен благословлять на деревья? В начале месяца Ниссан, но он еще не Бармитсва, Бармитсвы он будет только в конце, или же ему стоит подождать, когда он станет Бармитсвой, или девочка, соответственно, Батмитсвой, и тогда уже благословить, потому что, когда он еще не достиг возраста Бармитсвы, у него еще нет обязанности, он еще не достиг возраста Митсвот, заповедей, а может быть ему стоит подождать, когда он станет обязан выполнять заповеди и благословить, и тогда он получит, соответственно, и награду больше, потому что сказано «ен митцувэ веосэ» — тот, кому заповедано и он делает, получает награду больше, чем тот, кому не заповедано и он делает. То есть профессионал всегда получает награду больше, чем волонтер, чем доброволец. И это правильно, это очень важный принцип Торы, что профессионалы получают награду больше, чем добровольцы. Поэтому действительно есть основания мальчика, у которого бар митцува в середине нитсана или даже в конце нитсана подождать до бар митцувы и произнести это благословение, уже будучи не мальчиком, но мужем. И то же самое с девочкой уже подождать, пока у него будет бар митцува и произнести благословение, когда она станет бар митцувой. Хотя есть и мнение, говорят, от имени Стайплера, что не следует ждать, а нужно сразу благословить. Почему? Потому что есть такое правило, которое мы уже упоминали, Зризим Макдемин Бамитцвот. То есть люди даже, что он не может ждать, наступило, пришло время исполнения забавида, он ждать не может, он уже горит, чтобы ее исполнить. Такое действительно следует сразу же произнести. Если он горит, нужно благословлять, не важно, бар митцува или не бар митца, благословляй, потому что горит Зризим Макдемин Бамитцвот. Вот. И на этом мы сегодня закончим, спасибо, всего хорошего. Спасибо. 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 Спасибо.